Для того, чтобы выборы прошли для людей с ограниченными возможностями, максимально комфортно будут созданы все необходимые условия. Избирательные участки будут располагаться на первых этажах, а здания будут оборудованы пандусами. Об этом и говорят здесь на круглом столе. Помимо прочего, собравшимся представителям различных организаций и обществ рассказывают, что в день выборов, которые пройдут 18 марта, на избирательных участках будут работать специально обученные волонтеры, которые помогут пройти к столу, где будут выдаваться бюллетени и оказывать необходимые услуги. Сейчас у меня возникла идея, может быть, мы по окончательной встрече все-таки создадим совместную рабочую группу, потому что только лишь с самими избирательными участками не ограничиваются условиями, можно есть и более широкую площадь необходимо охватить. Волонтеры имеют право находиться с избирателем по желанию в кабинке. Это не противоречит закону, но голосовать избиратель должен лично сам. Работники избиркома республики приехали специально, чтобы выслушать все пожелания людей с ограниченными возможностями здоровья. Проверим подъезды к этим избирательным участкам. На избирательных участках специально мы отводим место для транспорта инвалидов, где они могли бы максимально подъехать и выйти и проголосовать. Есть и списки людей, которые не могут самостоятельно прийти и проголосовать. Для таких людей организуются выезды с урнами, специальные выездные мероприятия проводятся. Информацию о них заблаговременно территориальные участковые избирательные комиссии получают и к таким людям выезжают именно на дом. Слабовидящим и полностью слепым тоже будет особый подход. Голосование пройдет по специальным бюллетеням, выполненным по методу Брайля. Также избирательные участки будут освещены трафаретами, информацию о кандидатах напечатают крупным шрифтом. На сегодняшний день в нашей республике 65 140 людей с ограниченными возможностями здоровья. Это слепые, слабовидящие, глухие и слабослышащие люди с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. В нашей республике очень хорошо поставлена работа по доступной среде, поэтому более 90 даже, я скажу, процентов есть такая возможность, доступная среда у нас работает для слабовидящих и тотально слепых. Есть тактильная плитка, есть мониторы, есть указательные знаки, позывные кнопки, в общем, пандусы. Вот этот вопрос у нас почти решен, поэтому в этом году мы сами даже ехали все участки, где там они уже готовы, посмотрели, осмотрели, были на селекторном совещании, много тоже для себя поняли. Такие круглые столы центра доступная среда традиционно проводят перед выборами, чтобы рассказать, какими правами пользуются избиратели с ограниченными возможностями здоровья, так как эта категория избирателей часто сталкивается с проблемами на участках. Руководитель общества слепых Адам Сагов признается, за последние годы сделано многое, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя комфортно. Мы не отличаемся от других регионов. Это обеспечение доступности избирательных участков, обеспечение доступности подъезда к избирательным участкам для инвалидов различных на залоге, то есть для людей, которые передвигаются на инвалидных колясках, для незрячих, для людей с ограничением слуха и речи и так далее. Это доступность информационных материалов в зависимости от специфики инвалидности. Немобильные граждане с ограниченными возможностями здоровья не останутся в стороне, потому что каждый голос должен быть услышан. К ним работники избирательных участков приедут на дом. Рина Сычоева, Магомед Урисханов, Новости 24.